А как у вас настроение сейчас? Сначала я была очень расстроена боем, но спустя время я понимаю, что у меня контракт в UFC. Даже несмотря на бой, у меня контракт, у меня еще есть время показать, на что я способна. Поэтому сейчас уже, конечно, я чувствую радость. А вот по вашему интервью, которое было трехминутное на ютубе после боя, было видно, что вы недовольны тем, как его провели. А вот что, в первую очередь, вас не устроило? У меня была травма карьеры. Я думала, что мне это не помешает в бою, но как бы я настраивалась на то, что у меня был линзь. У меня месяц назад, я прорвалась через линзь, когда только пролетела, мы сразу как-то, ну не вливаясь, пришли на тренировку, начали бороться, и я боролась с Тимуром Алиевым, и как бы он не виноват. Он мне хотел сделать проход в ноги, я сделала шаг назад, чтобы встретить. И просто из-за шага назад, я думаю, из-за серьезного тяжелого перелета, колени еще как бы не окрепли, плюс акклиматизация. И у меня просто, как будто, было колено нестабильно, я упала, и как бы с того момента, я не знаю, 6 раз, наверное, на тренировках, я 100% падала, мы хотели сделать МРТ, нас разговаривали через бою МРТ делать. Ходили в доктор, там, делали укол, вот, научищество противовоспалительное. Но особо он мне не помог, потому что в мениске, допустим, ничего не поможет, ни один укол. Но сказали, что он может помочь в распаринговом связке рядом с мениском. И я не могла спарринговаться в лагере, у меня не было спаррингов, я не могла нормально отрабатывать, потому что, ну, были, были скованы движения. И когда я вышла на бой, первый раунд был, более-менее. Второй раунд я зачем-то попыталась сделать зацеп и прыгала на это больно колени. И вот с того момента все пошло бы как. У меня оно, я почувствовала, насколько она нестабильна, думала, что сейчас я ее переверну просто на себя. Ну вот, колхозная такая тема. В итоге у меня это не получилось, я проиграла позицию, а потом уже под конец раунда, когда встала, сделала шаг назад от ее удара, и у меня просто из-за этого шага назад, опять, не то, что я боль почувствовала, но я не почувствовала, что это боль, я почувствовала, оно просто сложилось пополам. Я упала, пыталась отрастать, потому что могут быть больно, из-за того, что ты просто так упал. В перерыве подошла доктор, она говорит, все окей, и я говорю, что это отлично, она говорит, пройди. Я через бой пытаюсь не термарить, это классно, что потом в третьем раунде я тоже, опять колено подогнулась, я уже кое-как же у меня зацепила, получилось, и вот так проконтролировала до конца раунда. А откуда вы знаете, что мениск порван, если вы говорите, что вы до боя не делали МРТ, и сейчас еще не ездили на МРТ? У меня была травма год назад, у меня был разыгрован идеального менистка, но мы не делали операцию. Как-то так получилось, знаете, он... Ну, было восстановление, это было прямо перед Новым годом, и, соответственно, там потом месяц-два был втягивающий тренировки, и он потихоньку-потихоньку как бы зажил сам. Ну, то есть не то чтобы зажил, менист не может зажить, но не беспокоил. Это как бы у всех это вызывало непонятный восторг, потому что мне... Я после... после того, как мы делали МРТ, мы ходили к врачу, к трем врачам, и каждый мне сказал, что нужно сделать операцию, потому что менист его не заживет. Я сказала, можно потерпеть без операции? Давайте сделаем какое-то лечение, физиотерапию, что-нибудь. Они сказали, ну, ты можешь попробовать, но как бы это... Ну, не может, менист не заживает. Вот, в итоге у меня там были ещё такие травмы, я пришла уже с другой травмой к ортопеду, и, ну, рассказывал, он как бы знает, ну, про мой менист, и он сказал, что несмотря на то, что он сейчас перестал тебя беспокоить, когда-нибудь он всё равно даст о себе знать, он у тебя нестабильный в любом случае, потому что у тебя был порван... он у тебя был порван. Со временем, когда ты будешь взрослеть, он будет давать о себе значительный причащий, то есть ты не сможешь, допустим, в какой-то момент он у тебя просто опять либо порвётся, либо там даст о себе знать, и ты уже не сможешь там делать регулярные вещи, и он у тебя так быстро не пройдёт. Вот. И как бы так и произошло. Я уже здесь месяц, и у меня месяц уже болит. Вы с ней дерётесь, понятно, что вы травмированы, но при этом это ваш там первый бой в Америке. Есть ли ощущение, что это какой-то прям другой уровень? Или вот, в принципе, то же самое, что вы и в России видели, там, с кем дрались? Она, конечно, очень сильная. Она уровня бойца UFC. У неё 8 ног. Она физически очень крепкая. Но я скажу так, что у меня, например, в бой за Титлова по НСИ была Марина Шутова. Она тоже была физически очень крепкой. Просто из-за травмы, может быть, из-за какого-то волнения ещё, я не раскрылась полностью. Не знаю, как дать про креста полностью. У меня уже 6 боёв. И все не получается раскрыться, да, пока? А, да. У меня всё на тренировках получается гораздо лучше. Ударная техника, контроль, проходы, борьба с корпусом. Но тут нужно отдать должное сопернице, потому что я хорошо борюсь с креста, и у меня не получалось взять крестный захват. Она, видимо, посмотрела мои бои и защищалась то же самое, что у меня не получилось её задушить в конце. Ну, я не могла её нормально растянуть ещё за колено, конечно, но при этом она поворачивала уколы, то есть грамотно защищалась от удушающего. Вот. Так что, как бы, Собянин за ним была крачом. Отличная цифра, кстати. Вы победили, но не все же, кто побеждает в Dayna White Contender Series гарантированно. Да. Вот как вам об этом сообщили? Опишите момент. Я очень переживала, потому что все бои в моём карте закончились досрочно. Как бы, в основном, если ты заканчиваешь досрочно, тебя подписывают. А решением, как бы, не факт. И мы сидели, обычно нас посадили, всех пятерых на стуле, и под телевизором увидели, что Дана, как бы, к каждому из нас обращается и говорит, что понравилось, что не понравилось. И, то есть, он теперь берёт или не берёт, как бы, выбирает или не выбирает. И, как бы, он и сказал. Ну, просто на пресс-конференции вам переводил Слава Борщёв что-то, а вот здесь... Да, да, да. Я, понимаете, я понимаю где-то 60%. То есть, что-то понимаю, что-то могу не понять. Обычные, простые слова в основном понимаю. То есть, когда он именно сказал, вы прям, без сомнений, поняли, что он сказал вам, что вы подписаны? Да, я, во-первых, поняла это, а во-вторых, люди начали кричать. А в комнате только пять бойцов находятся, или кто-то из вашей команды присутствует ещё? Пять бойцов находятся в комнате, и там ещё ограждение, и там ещё люди стоят уже там из команды. И плюс в зале. Ну, насколько это вот, с чем могли бы сравнить этот момент, когда вам говорят, что всё, вы подписаны в UFC, вы боец в UFC? Знаете, я к этому шла вот всю свою спортивную карьеру. Я когда пришла в первый зал, я сразу сказала, я хочу быть чемпионом UFC. И для меня это очень значимо. Я считаю, что это начало моего пути. Вот с этого момента можно начинать отсчёт. Насколько сильное волнение в день, ну там, в час даже до боя, вот вы сидите в раздевалке, понимаете, что это такой, возможно, там шанс всей вашей карьеры? У меня в голове была песня, цитата из песни «Победа и свой новый мир создать». И это правда, мы поставили на кон всё. Мой тренер занял большую сумму денег, чтобы мы сюда приехали. Я с анали? Извиняюсь. Да, 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 конечно. Потому что, ну как бы это, в Америке жить в месяц, это очень недёшево. И, ну, у нас ничего нет в России, по сути. Ну, то есть промоушена уже нет. Мы были готовы, это вот единственный наш шанс был. И независимо от травмы, им подрелось в любом случае, в любом состоянии. Гасан Али сидит, он говорит, что нас никто не верил, даже наш менеджер не верил. В этом с вами сидит Гасан Али. Я его помню ещё, когда я сам только начинал карьеру в журналистике, помню по боям на М1. А вот можете, или можете мы сейчас вместе спросить, вот вы пришли к нему на первую тренировку, если бы ему тогда сказали, что он вас доведёт до UFC, что бы он ответил? Что бы вы ответили? Я, знаете, когда я понял, что она будет большим чемпионом, она поехала на Европу и сломала челюсть на бой в двух местах в первом раунде. Вам? Мне, мне сломала в первом раунде, ну, в финале, да, челюсть мне сломали. И она успела этот бой, и спустя четыре с... И этот бой именно проходил 22 июня. Начало Великой Отечественной войны. Да, я знаю этот дат. Угу. В поисках Сталинграда. И через четыре с половиной месяца она дралась на чемпионате мира. Был восстановление 10, ну, 11, 8 месяцев. Это жёстко. Оперировал в нём прекрасный врач, заведующий областной, честь лицевой Волгоградской областной больницы Гудман Лев Ильич. Вот, благодаря ему, мы очень тяжёлую, тяжёлую дорогу прошли. Вы представляете, с Волгограда оказаться не ющий. Ну, вот я поэтому и спросил. Да. Мы тренировались в зале два с половиной года, где нет отопления. Понимаете? Сталинградская земля всегда даёт великих чемпионов. И когда приехал в этот город, я дал себе слово, что воспитают там чемпионов. Прокуриваясь на ММА и в Кургане, это первый раз. При этом я помню, что я вам задавал вопросы ещё на пресс-конференции перед Урал FC. Я тогда вас спрашивал про результаты в плавании. И вот мне интересно, а насколько сильно проседает личный рекорд, когда ты оставляешь карьеру и начинаешь ММА заниматься? Сравнивали ли вы, то есть вот сколько секунд вы проигрывали себе там на пике своей карьеры в плавании? Очень много. Очень много. Ну, понятно, что это, наверное, беспокоит. А расскажите, ну, вот как цифры отличаются? Ну, допустим, где-то, наверное, да, секунды четыре, а это очень много для плавания. Там счёт идёт на сотые, я стала медленнее. А когда последний раз пробовали на максимум проплыть? Это что на такой немножко струсорный момент? У меня были в лагере, то есть плавание было включено в мой лагерь, гражданин заставлял меня, и как бы периодически мы плавали такие небольшие отрезки, спринты. Вы же выигрывали Россию, да, по юниорам? Да. А сколько вам тогда было? Тринадцать лет. Там юниор от тринадцать до пятнадцать, шестнадцать лет взрослым. А можете описать тот момент, когда вы поняли, что чуть-чуть начинаете отставать от элиты, что куда-то нужно переходить? Он просто очень болезненный для всех спортсменов, когда ты понимаешь, что ну вот ты... А когда это было примерно? Это было четырнадцать. У меня перестали расти результаты. Вообще. Не то, что они перестали расти, я не могла доплыть дистанцию свою основную. Я один раз сплала с дистанции. Я проплыла сто метров, то есть у меня была основная 200 метров баттерплей. Это очень тяжело, 200 баттерплей плавать, на это нужна специальная подготовка, и как бы этой подготовки не было. Не хочу говорить то, что вот этот тренер виноват, я тебе такая хорошая, я такая классная. Нет, как бы я сейчас со временем понимаю, что вот в плавании очень есть такая тема, потому что ты очень тяжело выстрелить и в юниорах, и потом дальше продолжать плавать хорошо. Чаще всего это люди, которые в юниорах были так, с ледничками, а потом уже выстреливают на высоком уровне. Тогда, да, так гораздо чаще происходит. Вот. И я была вот тем человеком, который по юниорам хорошо плавает, а потом уже, потому что у меня не было антропометрии. У меня как бы для плавания вообще никаких шансов нет. Как вам после плавания первая тренировка по ММА вообще? Закончила плавать, а потом где-то больше ничего не занималась. И пришла потом на первую тренировку по ММА. Это как бы, мне кажется, на липыло. Да ничего, мы там ОФП поделали, мне объяснили там первые какие-то основы борьбы. И на следующей тренировке у меня были спаррингами. И как они прошли? Нормально они прошли. У меня вот этот удар, удар с плаванием такой колхозный был. Поставлю с самого начала. Ну, плавание, конечно, это огромная база. Конечно, есть и минусы. То, что там слишком эластичные связки. Ну, хотя с другой стороны, может даже и плюс. Вот. Ну, то, что я... Нет такой подвижности. То есть у меня не было подвижности вообще в плавании. Я всегда находилась как бы в лежачем положении. И мне было очень тяжело бегать элементарно. Вот. И вот спустя пять лет, сколько его знали, он мне развил ноги, можно сказать, с нуля. Там, в минус один был. И вы же еще рассказывали, что для вас вообще увлечение у Мэй началось с того, что вы с папой смотрели турниры и, в частности, вам нравилась Ронда Роузи. У меня... У меня... У меня папа... Смотрел... Как бы... Вместе... У меня папа смотрел всегда. И, как и иногда, я так сидела с ним. Иногда там, может быть, что-то посмотрела. Там и бокс. У меня все смотрят. И бокс. Все, что можно. Вот. Не то, чтобы мы смотрели вместе прям турниры. Но он мне показывал там в Ронда Роузи. Вот. И, как бы, она мне тогда очень понравилась. Я была в таком... Ну, я думаю, в принципе, что любая девушка, там, молодая, в Ронда Роузи, там, особенно в то время, была в восторге. Сколько девочек пришло заниматься из-за нее. У вас было вот такое, что вы, допустим, пришли на тренировку и захотели именно как можно быстрее армбарно учиться делать? То есть вот тот самый рычаг? А, я научила. Я на первой тренировке вот по борьбе получила, что у меня в первый день были спарринги. Ну, был второй. Вторая тренировка. И там же, вот, мой тогдашний тренер сказал, останется на борьбу. То есть у нас была с шести до восьми тренировка, и с восьми до десяти была борьба. И вот меня оставили поставить там с каким-то мальчиком бороться, например, на моего веса. И я сделал ему армбар сразу, как бы. Мне никто не показывал вообще. Там были спарринги в этот день. То есть спарринги, как бы, по пятницам и схватки. Вот. Это то же самое. И я сделала ему армбар. Просто потому, что видели у Ронды Роузи, да? То есть как бы повторили движение? Да, я смотрела обучалки. Перед тем, как прийти на тренировку, я смотрела обучающие видео. Почему? 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 В следующем мальчике.